Открытая книга детства Однажды я сказала себе Я не хочу серого и унылого счастья Хочу жизни, полной приключений и великих событий И сначала сама себе придумала эту жизнь Конечно, от неопытности, неосознанности я сделала много ошибок И много страдала от людей И больше всего от мужчин Ну да что тут сделаешь? Я сама становилась для каждого из них великим искушением И потому винить за все мои беды могу только саму себя Сегодня, когда боль забылась и отошла стороной Все, что пережито, обратилось в бесценный опыт Который укрепил мою душу И сделал ее сильной и свободной от плена Материальных человеческих мыслей Но такая свобода и есть преддверие любви И есть просветление, о котором так мечтали многие люди И пытались к этому идти Для меня же это было как пробуждение В звездном пространстве Музыка света Рождалась и пела В сиянии одета И вместе с нею все Переполнялось звуком Чистым и ясным звуком Было окружено Да, да, я проснулась И на самом деле в моей жизни на земле Только все начинается Потому что в мечтах своих Я хотела счастья сначала всем людям И только в последнюю очередь себе Вы спросите, почему? Это же нормально, когда человек хочет счастья для себя Почему ты хотела счастья сначала для всех? Я вам скажу, не знаю Просто видно, я такой уродилась Так меня с детства научили И уверяю вас Вы помните, что я капитан корабля И вы уже на корабле И потому уверяю вас, мои пассажиры И мои читатели Уверяю вас У нас с вами Только все Начинается Потому что все, кто сели на корабль Они все имеют Такую же природу Как и у меня Поверьте Поход вселенной по дорогам Вокруг священного огня Вокруг систем планетных строгих Вокруг земли Вокруг меня Вокруг сплетения сияний И точки сердца в тишине Начинается новая И совершенно бесконечная жизнь Полная удивительных открытий И озарений Чтобы вы узнали меня больше Чтобы завоевать вашу симпатию Чтобы вы поверили в мои слова Чтобы вы поверили в историю моей жизни И открытия После этой предыстории Я намеренно Расскажу вам О своем покаянии перед вами Это будет мое прощение Которое Я прошу у вас С помощью которого я прощаю себя И прошу прощения В высшие силы И вот это покаяние Будет моим объяснением Вам В любви Каждому человеку Потому что я уверена Что каждый из вас Тот, в ком сердце не превратилось в камень Найдет сразу созвучие И в своей душе Но даже камни Тоже могут растопиться Покаяние Покаяние мое здесь Покаяние мое там Покаяние мое есть Храм Храм И вслед за покаянием Я помещаю Краткое описание Своего пути Поверьте Это не просто Хвастовство Или желание Рассказать О себе По имя Некой своей самости Удовлетворение Своих амбиций Нет В этом описании Моей жизни Есть ключки Контуры Того волшебного Золотого ключа Которым Отпирается Заветная дверь Спрятанная В доме Папы Карла Ничего не проходит Поверь Только где-то Зеркальная Дверь За которую Иные миры Иные Стремления Ведь Вселенной Управит Любовь Возрождая Милую Ушеб Квалу Зашляя Повсюду Быстро Своего Подкровения Вот люди Которые Пишут Учения Они не дают Этого ключа Его невозможно Там увидеть Его можно Увидеть Только сквозь Все события Жизни Того человека Который Искал Этот ключ Всю свою жизнь А я Как раз Этим И занималась Итак Сначала Я расскажу Вам О занавесочке И рисунке Которые Неизвестные А может Известные Художники А точнее Мастер Нарисовал Закрыв Ту дверь За которой Находится Рай Дорогой читатель Если тебе интересно Слушай меня Дальше Слушай мой Голос Слушай Звуки Которые Я говорю тебе Через слова И ищи Вместе Со мной Кто Ты Человек Попробуй Ответить На все Вопросы Что В человеке Главное Фантазия Или Реальная Жизнь Ведь Над этим Вопросом Можно думать Очень много С чего Начинается Человек Где Его Исток Как Притворить Свою Фантазию В реальность Как Как Соединить Себе Законы Совести И Свободу Фантазии Здесь я сделаю Отступление Фантазия бывает Разная Можно фантазировать Светло А можно Создавать Тьму И поэтому Мы сейчас Говорим О том Что фантазия Невозможна Без совести И потому Я еще раз Задаю Вам Вопрос Как Соединить В себе Законы Совести И Свободу Фантазии Совести Зиму Лета Невстреч Без Насставаний Где Наполываясь Светом Душа Помимо Тонны Резами Одеты Покоятся Мечтания В путь Поняти Этой Гостя Навека Совесть Сковывает Человека И Не дает Ему Свободы Фантазия Дает Полную Свободу Как Соединить В себе Несоединимое Совесть И Фантазию Сколько Нужно Фантазировать Используя Совесть Чтобы Сработал Закон Критической Массы Когда Начинают Возникать Стечения Обстоятельств И мы Начинаем Замечать Что Все Происходящее С нами Неслучайно Кто Нам Помогал Создавать Эти Неслучайные Стечения Обстоятельств Вспомним Всех Людей Что Они Приносили Нам Об Этом Еще Много О чем А также Много Очень Много Вопросов И Ответов Будет Поставлено Мною По Мере Моего Разговора С Вами И хотя Это Монолог Но на самом деле Вы Со Мной Все Кто Слушает Меня Находитесь В Теалоге Только Я Говорю Громко А Вы Говорите Безмолвно И Вам Решать Будете Вы Меня Слушать И Находиться Со Мной В Безмолвном Диалоге Или Не Будете Если Вы Будете Слушать Я Хочу Всем Слушающим Сказать Спасибо Тебе Друг Мой Через Мою Речь Через Эту Мою Книгу Которую Я Зачитываю Как Аудио Я Решила Открыть Все Своих Друзей И Поближе Узнать Друг Друга Я Произношу Слово Друг И Стоит Задуматься А что Такое На самом Деле Слово Друг Что Включает В себе Это Понятие Какие Законы Встают И Какие Фантазии Свободные Возникают Между Двумя Людьми Когда Они Говорят Друг Друг Ты Мой Друг 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 Мы Мы Точно Женщик И Найдем Что Нам Сделать Вместе Переливаются рождения Мирами вечности звенят И восхождение огня Благодарение огня Переливается дыхань Неотдалимости идти И осознание пути Все знамения пути